Дорогие мои, всем огромнейший привет! Я так давно мечтала сказать эту фразу, которую я всегда говорила в своих видео. На самом деле я просто безумно по вам соскучилась. Это от чистого сердца, и по ютубу я тоже очень-очень сильно соскучилась. И я, наверное, месяца два или три вынашиваю эту идею. Не то, что я вынашиваю, я хочу сесть, снять какое-то видео, но я не знаю о чем, я так давно не снимала, плюс я еще продала свою камеру. Сейчас снимаю на телефон, не знаю, как это будет вообще все выглядеть. Нашла петличку свою старую, я даже не знаю, она у меня, наверное, с основания канала. И докупила к ней переходник, очень надеюсь, что звук будет хороший. Просто если бы я, наверное, сейчас не включила камеру, я, наверное, вообще никогда не включу и не начну, потому что очень важно, мне кажется, начать и потом дальше уже продолжать все это действие. Поэтому видео вообще абсолютно не продумано, я не знаю, про что оно будет. Ну, первая часть, безусловно, это какая-то болтовня, потому что для тех, кто еще остался на меня подписан и вообще не понимает, что это за женщина, тут вещают у них в новых видео, то меня зовут Маша. Как себя позиционировать на Ютубе, я, если честно, пока не решила, потому что как-то вроде и не хочется ограничиваться тем, что, например, там, я стилист, у нас столько будет, там, шоппинг-влоги, какие-то покупки и так далее. Вот, потому что все-таки мне много чего интересно. И бьюти, безусловно, тем она, в принципе, не всегда была интересна, но, может быть, не в таком большом объеме, как раньше. В общем, не знаю, про все будет, наверное, на самом деле, но, опять же, буду отталкиваться, наверное, от того, что вы будете больше смотреть, что вам будет больше интересно, от ваших комментариев, поддержки и так далее. Если вы на меня давно подписаны, то вы знаете, что в последние года я активно работала в сфере стилистики и стиля. Я несколько лет работала в школе стиля, у стилиста, у которого я обучалась. Я вела и какие-то интенсивы, обучающие проекты для стилистов и для обычных девочек, в том числе, которые хотели преобразить свою гардероб, как бы их куратором была. И потом в какой-то момент, в общем-то, разошлись во мнениях, и я поняла, что все, надо идти в свободное плавание. Постепенно я развивала свой Инстаграм, естественно, и проходила некоторое обучение, то есть изучала и алгоритмы Инстаграм. Я вообще не знаю, запрещенную сеть можно она называть или нет. Все это было очень интересно, но в какой-то момент я просто поняла, что я начала выгорать. Начала выгорать от этих алгоритмов дурацких, по-другому. Ну, не знаю, вот я такой человек. Во-первых, я не продажник абсолютно, я не могу себя продавать. Я и так знаю, что я классная, я и так знаю, что... То есть у каждого даже стилиста своя аудитория, да, которой я интересна, которой интересно, что я делаю, и которым комфортно со мной, да. Хочется показывать больше свою работу, да, то есть то, что я умею, как это я красиво делаю и так далее, а это не работает. То есть нужно даже сторисы, нужно продумывать. Там одна сторис какая-то, сегодня произошло вот что-то невероятное, и ты, короче, на два часа откладываешь последующую сторис. Меня саму, как пользователя, у других это безумно раздражает. И потом, когда я тоже начала это делать, я поняла через какое-то время, что меня это тоже начало раздражать, потому что я примерно, мне кажется, чувствую даже свою аудиторию, которая, блин, ну зачем ты делаешь то же самое, да. А когда, например, я снимала какие-то видео просто обучающие, да, что-то интересное, ну, для стиля, для разбора гардероба, выверяла каждое слово, чтобы никаких не возникло, короче, чтобы всем угодить, знаете, из разряда, чтобы мне никто ничего не писал, а вот можно было бы вот так, вот так. То есть я продумывала все до мелочей, чтобы не было никаких споров каких-то. А потом ты смотришь видео, где девочка или там девушка, ну, неважно, стилист, даже не стилист, а она там, например, что-то снимает, у неё одной серёжки нету, или там на одной руке, грубо говоря, есть маникюр, на второй руке нет маникюра, и там куча комментариев, миллион просмотров, и такая, вот прям хочется выругаться, блин, ты там снимаешь, думаешь над контентом, как ты его продумываешь, а она просто, ну, то есть, вот эти моменты, они меня очень сильно триггерили, и в какой-то момент, естественно, я выгорела, и поняла, что вообще ничего не хочу. На самом деле это пришло после того, как я познакомилась с командой ребят, и это, опять же, знаете, такой некий путь, то есть Инстаграм тоже должен, ну, как некий путь моего развития и в профессиональной, наверное, деятельности в том числе, потому что если бы я не вела Инстаграм тогда и не развивала его, я бы не познакомилась с ребятами, с которыми познакомилась. Это начинающий проект стартаперы, которые разрабатывали сервис по, ну, это не совсем подбор одежды, и, в общем, заключается в том, что вы заходите в этот сервис и проходите определенный квиз, который, как бы, анализирует, да, то, что вы хотите, видите, что вы носите, что вы любите, какие цвета вам нравятся и так далее, и на основе ваших ответов на иросеть затем рекомендуют вам образы, то есть вы каждый день заходите в этот сервис, и каждый день новые образы, образы блогеров популярных и их образы, да, и вы видите образ, и под этой картинкой вы видите вещи, из которых, из масс-маркета, из которых этот образ собран. Вы можете кликнуть и тут же его купить. Образ, вещь и так далее. Вообще, это очень крутая идея, на самом деле, и мне она очень загорелась, и какой-то и азарт, и со стилистической точки зрения, это тоже всегда интересно, но единственный нюанс, что этот сервис, он только для Великобритании. В России он не работает, при том, что ребята русские, но один находится в одной части света, другой в другой, и, в общем, у нас сейчас такая небольшая команда, ну, по крайней мере, нас, точнее, конкретно, потому что там еще есть и разработчики, и так далее, и тому подобное, то есть я даже сейчас не знаю, не представляю масштаб, количество, точнее, человек, которые работают над этим проектом в общей сложности. То есть меня настолько увлекла эта работа, и я очень много на это времени тратила, и получилось так, что одно наложилось на другое, то есть у меня была основная работа, плюс у меня была моя запрещенная сеть, которую я развивала, оттуда приходили клиенты, плюс у меня были постоянные клиенты новые, его надо как-то было развивать, ютуб-канал, и все, короче, накладывалось одно на другое, и, видимо, этот период тоже нужно было как-то пройти, чтобы понять, как-то расставить приоритеты, потому что я, правда, очень много работала, вплоть до того, что я на работе работала, приходила домой, и я работала еще дома. Могла до ночи и так далее, опять же, когда иногда были сроки, ну, опять же, я такой человек, я могу, знаете, там, грубо говоря, неделю ничего не делать, а потом за один день сделать просто огромнейший объем работы. Ну, это чисто я, я, конечно, сейчас стараюсь так не делать, но суть в том, что в те моменты муж меня поддержал, и он поддержал то, что я ей перерабатывала, и потом в какой-то момент уже произошло так, что муж мне начал говорить, что тебя не хватает, ребенок начал мне говорить, что тебя, мама, нету не хватает, и так далее. И тогда я уже поняла, что нужно что-то менять, что-то нужно отсеивать, что-то нужно как-то расставлять приоритеты, потому что вообще семья всегда, в принципе, для меня на первом месте. И, ну, то есть, как бы тут уже встает вопрос, либо ты как бы лишаешься семьи, да, и дальше там занимаешься вообще чем-то хочешь абсолютно, и сколько времени на это тратишь, я человек достаточно увлеченный, вот, либо ты как-то, в общем-то, лавируешь и расставляешь приоритеты и так далее. И поэтому я решила, что я бросила, собственно, Инстаграм, я бросила Ютуб, чистый, физический, плюс у Полика еще начался первый класс, а школа у нас в 20 минутах, то есть это каждый день ты отводишь ребенка, а потом забираешь, на тот момент я ее забирала, и, в общем, как бы очень много всего было, и я поняла, что просто я не потяну физически, от чего-то нужно отказываться, поэтому, естественно, Ютуб, Инстаграм, они просто ушли из моей жизни, вот, и сейчас я продолжаю работать с ребятами, для меня это очень интересный эксперимент, и вообще жизнь моя за счет этого очень круто изменилась. Но Ютуб, он всегда на самом деле оставался какой-то вообще просто любим моей душой. Я даже, когда ушла с Ютуба, то есть я, в принципе, его не переставала смотреть, и как бы я себе дала обещание, что если я возвращаюсь куда-то на какие-то площадки, я не заморачиваюсь. То есть я показываю, собственно, себя, такой, какая есть. Я, в принципе, всегда тоже показывала, но просто Ютуб много времени отнимает, я про это говорила. Там съемки, подготовка, там накраситься и так далее. И мне всегда была важна картинка, мне всегда важен был антураж, как я сниму, как и так далее. Сейчас я решила, что вот как оно есть, либо я делаю, либо я вообще не суюсь. То есть если я сейчас включила камеру, все, значит, я должна продолжать. Вот так. Что еще из новостей? У меня Полик заканчивает второй класс. Надеюсь, в следующей неделе, точнее, выставит оценки. И у нас начинается такой сложный, ну, не сложный период, я не знаю, для меня он, видимо, внутренне сложный, потому что у нас построили школу. У Полины в комнате, короче. Из Полининого окна школа новая видна. Вот. И она как бы относится к нашему микрорайону. А и должны ее были построить. В общем, мы сюда переехали в 2006 году с родителями в соседнем доме, да. И, соответственно, не было ни сада, ни школы. И в 16 лет мы ждали эту школу, чтобы вы понимали. И она строится. А Поле у меня в другой школе. Прекрасный учитель, у которого Поле сейчас находится. И весь вопрос, короче, я все-все голову сломала, что же нам делать, переводиться, не переводиться, потому что сюда в итоге переводят, то есть это будет не новая школа, сюда переведут школу, которая уже есть, которая напротив Полиной школы. Она достаточно считается сильной, немножко замороченной, потому что я все-таки выбирала школу именно, чтобы она была такая, полайтовее, скажем так, потому что у меня Полина не структурный человек, ей нужно и творческое какое-то, в общем, свое какое-то пространство, да, и школу. То есть вот как-то вот лавировать и так далее. И в этом плане учитель у нас просто потрясающий, то есть они с Полей сошлись, причем они два овна, чтобы вы понимали, у нашей учительницы 12 апреля дня рождения, у Полика 13. Вообще потрясающая женщина, я по ней буду безумно скучать 100%. И суть в том, что до конца с этой школы ничего не известно, в плане постановления как такового нету, что это точно будет именно вот эта, десятая школа, мы учимся седьмой, а тут должна быть десятая. Перевод тоже по-дебильному осуществляется, то есть директор говорит, как только вам выставляют оценки, вы забираете документы из своей школы и относите их к нам. Я пишу, а на госуслугах не надо подавать заявление? Она говорит, нет, вы сначала приносите документы, пишите заявление, мы вас принимаем, потом вы подаете заявление на госуслугах. Короче, все вот так вот, и получается так, что у меня в следующей неделе отпуск, я взяла его, потому что я думала, что мы закончим обучение, а в итоге, я не знаю, как у вас, у нас получается, школьное обучение продлили до седьмого, по-моему, июня. Очень надеюсь, что мы там во вторник как-то, в общем, разрулим с оценками и, возможно, как-то с учителем я поговорю, потому что мне нужно, чтобы она закрыла нам табель, я спокойно забрала документы, отнесла их в школу, в новую нас приняли, я выдохнула спокойно, что у меня ребенок будет просто под боком, потому что, вот когда мужа нету, вот это самое, наверное, тяжелое, утром, вот этот день сурка бесконечный просто, ты утром встаешь, тебе надо накраситься, погулять с собакой, помыть собаку, нужно приготовить завтрак себе Полине, потому что ест у меня Полина дома, в школе она не ест, мне нужно ей с собой собрать обед, перекусы, чай и так далее, потому что в школе, опять же, она не ест, она остается на протленку, я ее отвожу в школу, до школы 20 минут, и потом мне еще на работу, там 10-15 минут, иногда там и больше, особенно зимой, когда ты ждешь маршрутку, и вообще не дождаться, либо не влезть, и ты приходишь на работу, я точнее, и я уже устала, если честно, потому что я стою в 5.45, в 8.30 я на работе, и я реально прихожу, я просто уже никакая, мне уже вообще ничего не хочется, благо, что у нас бабушка Полину забирает, потому что продленка у нас до 5, а я заканчиваю только в полу 6, то есть я ее не могу забирать, бабушка ее забирает в 4. В общем, поэтому, если мы переведемся в школу, которая у нас будет под боком, Полина сможет сама туда ходить, и я думаю, что я, в принципе, чуть подвыдохну, и тем более, если здесь какие-то еще будут кружки дополнительные, в общем, заживем, я надеюсь, отлично. У меня сразу к вам будут такие вопросы, в какой сети вы сейчас больше всего обитаете, запрещенные сети, Телеграм, Контакт, и так далее, потому что я все-таки думаю о том, что нужно создать в 105-й раз, например, Телеграм-канал, в котором я буду делиться тоже, там, возможно, будет и лайф, и косметические какие-то находки, и находки на Велбрис, вообще находки одежды, и так далее, потому что все равно я шопоголик, никуда от этого не деться, я много чего смотрю, мне много чего нравится, что-то если покупаю, что-то не покупаю, и вот как будто бы у меня есть такая, знаете, потребность, вот кому-то это дать, вот купите вы, мне нравится, но вы купите, скиньте мне фотографии, потом посмотрю, скажу, какая вы классная. Вот, есть ли смысл, например, создавать Телеграм-канал, будете ли вы подписываться, следить за какими-то новостями, или вы все-таки все еще в запрещенной сети, напишите, в общем, свои мысли. А вот и поле на школу, хотела вам просто сразу показать, видите, она уже построена, она достаточно большая, но с родительского дома, конечно, больше видно, вот, и я так понимаю, что там уже ведутся отделочные внутренние работы, и у них другое строительство, я вот не знаю, что здесь будет, либо, наверное, футбольное какое-то поле, это площадка, либо парковка, и, в общем, не знаю, школа достаточно большая, рассчитана, мне кажется, на 1300 места, но я думаю, что все полторы тысячи, скорее всего, она вместит. Вот, поэтому очень надеюсь, что вот в новом году мы пойдем именно туда, то есть, по сути, ей надо две небольшие дороги только перейти и попасть в школу. Так что держим, не знаю, что-нибудь держим, чтобы я пережила этот период, чтобы все вот эти документы, подачи документов я тут на днях еще получила посылочку из золотого яблока, и я ее, вот она мне как лежит, вот здесь вот так, не распаковывала, и Поле у меня ее все хочет отжать, я говорю, нет, я буду снимать YouTube, нет, я буду снимать YouTube, и Полина мне говорит, давай снимай уже быстрее. В общем, что я заказала, я заказала попробовать вот такую вот энзимную пудру, очень у многих ее видела, не знаю, возможно, это рекламная рассылка, какая-то пиар-рассылка, но все равно отзывы везде практически на нее хорошие, это Стеллари, и она, по-моему, не супер дорогая, то есть ее можно использовать и как типа такого скрабика, да, тут папаин 3% витамин С, также можно просто как умывалку, то есть если на сухую кожу, то она немножечко так скрабирует, если ее с водой разбавлять, она как пеночка служит. В общем, достаточно мягкая, у меня чувствительная кожа, мне понравилась, я ее пробовала, но не часто я сейчас экспериментирую с уходом, а взяла вот эту тушь, мне мама ее давала, это Вильен Сабо, экс, боже, не буду, в общем, читать, Вильен Сабо, вот так вот она выглядит, здесь вот такая вот силиконовая щеточка, но она такая длинненькая, я ее, почему я, собственно, ее взяла, я вообще, в принципе, пользуюсь всегда Вильен Сабо, водостойка версии, просто она мне очень нравится, много лет ей пользуюсь, а тут у меня получилась такая ситуация, я, может быть, даже вставлю вам фотографию, я себе керлером отрезала кусок ресниц, почти под корень, и я пошла быстренько себе, сначала я клеила ресницы, потом пошла себе быстренько нарастила вот этот кусок, и мне сказали, что нельзя пользоваться маслом, маслами, гидрофильными маслами и так далее, а, естественно, водостойкую тушь только можно гидрофильным маслом смывать, и поэтому мне мама вот такую вот давала, и я потом ее докупила, но все же она какая-то суховатая, что ли, я не знаю, зачем я ее купила, мне вот понравился тогда эффект, а сейчас я ее практически не пользуюсь, в общем, можно, наверное, маме ее обратно отдать, что еще я взяла, я взяла от Аравии, и вообще, в принципе, люблю эту марку, у нее действительно много хороших средств, у меня есть пилинг молочный от этой марки, у меня есть какие-то крема, кремы, тоже от этой марки, и вот я взяла маску филлер увлажняющую, потому что отзывы тоже у нее очень хорошие, но пока еще не дошли руки, так, это вообще не отсюда, что тут еще, я взяла тканевые маски, у меня закончились, я долго думала, что брать, потому что, в принципе, многие говорят про Дарлинг, ну, как бы, они неплохие, но вот сказать, что они прям какие-то супер, я не могу сказать, поэтому я взяла проверенную марку, которая мне всегда подходит, очень многие средства, я даже подумываю о том, когда у меня закончится сыворотка, я, наверное, докуплю, вот, забыла, как называется марка, Елизавета, еще я взяла маркер для бровей, это Influence, 0,3 оттенок, Brow Robot, это маркер, обалденный, в общем, за кадром я нарисовала, вот такие вот линии, они, то есть, такие полупрозрачные получаются, со временем, правда, вот этот наконечник, именно сам кончик, он как будто подсыхает, то есть, он не дает так много пигмента, поэтому приходится потолще, грубо говоря, линии рисовать, чтобы заполнить пространство, но за счет вот этой полупрозрачности, он очень естественно и дает брови, он держится обалденно, ну, в общем, если вам нужно какое-то видео, собиралка, и чем я крашусь, например, или что я сейчас использую, тоже пишите, я, возможно, такое сниму, потому что я уже беру второй или третий раз этот маркер, еще хотела вам показать последние мои покупочки, именно в мегамаркете, я вообще никогда там ничего не заказывала, но я по какой-то счастливой случайности стала обладательницей купона, я заказала ножи, которые я уже, наверное, год хочу заказать, купить, точнее, новые ножи, обновить, мне все никак не доходят руки, муж мне говорит, зачем я все поточу, в итоге у нас, ну, редко, когда что-то точится, вот, но и при этом, сами понимаете, ножи, которым достаточно уже много лет, их хоть точишь, хоть не точишь, они уже, конечно, так все равно не режут, как того хотелось бы, вот, плюс я показала постельное, новое, нам, тоже сейчас вам покажу его, и еще заказала насадки на зубную щетку, электрическую, Oclean, по-моему, она называется, я ее когда-то заказывала, точнее, присылали в пиар-рассылке, я ее дарила мужу, потому что я вообще фанатик электрических зубных щеток, но он почистил, при том, что там можно выставить интенсивность, можно по времени выставить, сколько хотите чистить зубы, она тебе показывает, то есть, когда ты чистишь, она сканирует рот, и когда там заканчивается, вот у меня на три стоит, когда заканчивается время, она показывает тебе, что там в какой-то части ты не прочистил, то есть, это все показывается, и показывается, на сколько процентов ты вообще почистил зубы, и мой муж сказал, что это все офигня, ему вообще неудобно, и так далее, и, то есть, вот он использовал, одна, там была одна насадка, он ее использовал, и реально, наверное, около года, если не больше, эта щетка просто лежала где-то там на полочке, и ничего не происходило, и тут я залезла в мегамаркет, и увидела, что они тоже есть, в общем, я заказала постельные, ножи, и вот эти насадки на щетку, и мне там вышло, 7500, грубо говоря, или 7800, и я реально заплатила всего 2800, в общем, давайте я покажу вам ножи, кстати, которыми, вот видите, вот этот шрам, это уже шрам, слава богу, это уже заживо, наверное, две недели прошло, это стабильно, когда муж у меня наточит ножи, я всегда режусь, всегда, и я только получила ножи, я даже еще их не резала, я их просто распаковывала, потому что они были настолько хорошо запакованы, и я в процессе распаковки умудрилась порезать, очень сильно, то есть я очень глубоко прорезала, долго мучилась, потому что рана не заживала, она у меня 2 дня, наверное, кровоточила, то есть она не останавливалась кровь, то есть надо было чем-то зажимать, как только ты убираешь оттуда вату, то начинает кровь снова течь, вот такие вот ножи, это марка Талер, я давно на нее смотрела, Оскар прекратили взять лапу, тут лежит Оскарюша, кто скачал по Оскарюше, да, Оскарюша, мой хвостатый мальчик, мой хвостатый зайчик, да, вот так, как ты умеешь подтягиваться, вот такой я, мам, красивый, да, вот такой, скажи, когда со мной пойдут гулять уже, наконец-то, да, гулять узкую хочет, да, мы, кстати, сделали ремонт, я, может, потом покажу, потому что сейчас у меня полный раздрай, и получается, мы еще поставили посудомойку, коротко, о том, какие ножи мы купили, и поставили посудомойку, и вот эту часть мы хотели заделать, то есть красиво как-то сделать, да, спасибо, помогаешь мне, вот, но не успели, потому что, опять же, муж уехал, поэтому пока все вот так вот стоит, поэтому у нас тут такая стойка, вот так вот это выглядит, вот там вот Оскарюша, и я в топулях, в общем, которые мне пришли, марка Тайлер, небюджетный, но я сейчас не знаю, сколько сейчас должны ножи стоить, типа нержавеющая сталь, и так далее, и про это я тоже читала, видите, что начинает появляться, я даже не знаю, это ржавчина, или что это, при том, что, да, я эти ножи мыла в посудомойке, и я их вытаскиваю, вытираю, и сразу вставляю вот в этот, в эту подставку, но режут они потрясающе, на самом деле, хотя вот эти два ножа, по-моему, вообще ни разу не пользовалась, не знаю, как они будут себя вести в процессе, напишите, если у кого-то есть, потому что я знаю, что эта марка, она, в принципе, достаточно популярная, известная, и хорошо себя рекомендовавшая, но есть, у кого-то, точнее, не у меня, я не знаю, у кого-то есть подозрение, что все-таки сейчас уже подделывают делают эту марку, и, возможно, она не оригинальная, а может и нет, может просто качество, качество на самом деле меняется, производство становится дороже, материалы удешевляются, а вот и постельное белье, которое я заказала с мегамаркета, я его уже постирала, погладила, и вот постелила, только-только, еще даже не лежала на нем, решила сразу вам показать, камера немножко серит, ткань на самом деле, она прям, ну не прям белоснежная, кипельно-белая, но белая, то есть это даже не бежевая, потому что я боялась, что будет что-то такое, я все-таки хотела именно белая, очень четкий такой рисунок, я очень боялась, что будет жесткая ткань, так как это 100% хлопок, я думаю, вы поймете, о чем я говорю, потому что, например, беря там Ивановский трикотаж, иной раз, и 100% хлопка, он достаточно жестковатый, когда ты на нем спишь, тоже не всегда бывает комфортно, вот, а эта ткань прям мягкая такая, то есть хлопок чувствуется, но он все-таки мягкий, так сильно более гладкий, что ли, я не знаю, как это правильно сказать, вот, пожалуйста, просто, вот, кстати, вот сейчас выглядит вот прям как есть, да, то есть белая, с красивыми цветочками, прям мне очень нравится, листочками, вот, мне прям очень нравится, уже хочу попробовать. Мы вышли с Оскаром на вечерний променад, и у нас просто здесь потрясающие соловьи, птички, а скоро еще будут и жабы квакать, и у нас такая вечерняя всегда медитация, правда, я с Оскаром всегда гуляю на поводке, потому что у нас здесь много очень собак, и вот я там даже, мне кажется, впереди, ниже Джек Растула, пойдем обратно, пошли, вот, потому что они вообще не дружат, никак не уживаются, и у нас вечные конфликты, и я все-таки люблю на расслабоне гулять, если ты его отпускаешь, забываю, сегодня здесь камера, куда смотреть, а если ты отпускаешь Оскара, то за ним нужен глаз да глаз, потому что у меня мальчик, он борзый достаточно, ну, к сожалению, мы не научили, вот, хотя он слушает команду, стой, например, то есть если кто-то идет, ему говорит, что Оскар стоя, он замирает, как бы там машина, он это понимает, но бывает вот этот момент, когда ты упускаешь, он, ну, накидывал, может накинуться на собаку, у нас так было, тоже с Джек Расселом, он просто на него налетел, естественно, они погрызлись, ну, хорошо, как бы не очень сильно, вот, но, тем не менее, тут на самом деле, вот вниз спускается, немножко страшновато, даже гулять, потому что там у нас внизу к речке ближе, там шашлыки всякие, кто там только не собирается, а еще я только что шла, гуляет мальчик, блин, я не знаю, как пород называется, ну, не пекинеса, но похоже, в общем, красивенькая собачка, и как-то просто был прикол, утром я вышла с Оскаром, и я слышу, что ко мне кто-то приближается, я сначала подумала, ну, неужели он прям как бы целенаправленно ко мне идет, а я еще без очков, я вообще плохо вижу, то есть издалека вообще непонятно, я вижу всего, я достаточно высокий, ну, я точно не, у меня нету разницы, это парень или это мужчина, я не понимаю, я понимаю, что он как будто ко мне идет, я чуть в сторонку с Оскаром ухожу, он с собакой, и просто я понимаю, что как бы, ну, я не хочу с ним пересекаться, потому что, ну, Оскар, я вижу уже, он такой у него холка начинает вставать, и мы с ним останавливаемся, и он прям ко мне, то есть я вот так стою, и он реально почти вплотную подходит ко мне, я вот так вот отхожу в сторону, он точно так же отходит в сторону, а чтобы вы понимали, это утро, там, 7 часов утра, вообще не души, мы с ним только вдвоем, и когда он подходит поближе, я понимаю, что-то вообще, ну, я не знаю, сколько ему лет, ну, в общем, подросток, и он, как бы это помягче сказать, немножко нездоров, мне кажется, вот, и я не пытаюсь сказать, что не надо им встречаться, потому что, я говорю, ну, я правда всем говорю, что у меня собака неадекватная, ну, так проще, чем объяснять, что он, ну, он правда не со всеми сходится, то есть с кем-то он сходится, с кем-то нет, вот, и поэтому, он прямо вот целенаправленно ко мне ведет, я от него, я, он ко мне, я от него, короче, мне немножко даже страхово, если честно, стало, и сейчас он вроде как обходит нас стороной. Оскар? Оскар? Тебе нравится, как птичка поет. Оскар? 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 Субтитры сделал DimaTorzok